Перед началом оперативного совещания Геннадий Панин поблагодарил всех ореховозуевцев, кто принял непосредственное участие в организации проведения выборов губернатора Московской области, а также тех, кто проявил свою активную гражданскую позицию и отдал голос в поддержку своего кандидата. Общая явка по городскому округу Ореховозуева составила более 40%. 68% избирателей проголосовали за действующего губернатора Андрея Воробьева. Три дня будет праздновать свой 101-й день рождения город Ореховозуева. В пятницу, 14 сентября, пройдет традиционная спартакиада школьников. Детская школа искусства имени Якова Флиера приглашает горожан на концерт, а вечером стартует велопробег по улицам города. Основные торжества запланированы на субботу, 15 сентября. На Центральном бульваре развернется кулинарный фестиваль, в 11 часов начнется шествие трудовых коллективов, награждение лучших представителей Ореховозуева пройдет с 3 до 5 часов в Зимнем театре. Ну а с 6 часов вечера на Октябрьской площади будет идти концерт с участием местных исполнителей и приглашенных звезд. На этот раз перед гостями и жителями города выступит группа «Градусы». Завершится праздничный день продолжительным салютом. В воскресный день запланировано множество спортивных мероприятий, а также праздник парковского микрорайона и концертная программа на площади Пушкина. В учреждениях культуры и спорта 16 сентября пройдут Дни открытых дверей. В связи с проведением празднования Дня города движение в центре будет ограничено. К 101-й годовщине со дня рождения Ореховозуева готовятся все службы города. Обновятся разметка на дорогах и пешеходные переходы. Тротуары закончат приводить в порядок. Улицы украсит праздничная иллюминация. К другим темам. На улице Савы Морозовой расширили проезжую часть. Завершено благоустройство дворовых территорий на улице Гагарина в деревне Демихово в поселке Озерецкий. В пятницу 14 сентября будет ограниченное движение на улице Ленина от перекрестка с улицы Сухоборской до улицы Кирова в связи с проведением работ по укладке асфальта. К зимнему отопительному сезону учреждения образования, культуры и спорта готовы на 100%. Отстают от графика сдачи отчетности учреждения здравоохранения. Глава городского округа дал поручение представителю Центральной городской больницы решить вопрос в кратчайшие сроки. Продолжение следует...